Так слышно, коллеги? Всех приветствую. Как настроение? У нас сегодня очень интересная тема. Это роль продавца, консультанта в цифровом мире. Вообще нужна она или нет и насколько сильно она преуменьшена. Знаете, интересный момент. Очень много ходит таких интересных споров, того, что скоро все уйдет в онлайн. Я думаю, услышали этот момент. Лучше, да? Что скоро все уйдет в онлайн и в принципе, как таковой продавец-консультант будет не нужен. На самом деле я хотел бы с вами обсудить эту ситуацию, потому что в подажах я уже порядка 18 лет, даже чуть больше. И вот эти моменты я начал слушать уже лет 10 назад. Сталкивались с этим уже, коллеги? Да, то, что это не нужно будет и в принципе скоро все уйдет. Вы знаете, время идет и я могу сказать, что ничего это не происходит по одной простой причине, которую я бы хотел сейчас вам сказать. Перед этим позволите мне рассказать о нашей компании. Это займет бренда, можно посмотреть. В принципе, мы этим занимаемся, мы это продаем. Можно лучше здесь встану? Значит, мы занимаемся как обслуживанием, так и продажей. Я в компании отвечаю за обучение. В принципе, все, что связано внутреннее обучение компании. Смотрите, какая ситуация. То, что сейчас очень много уходит в онлайн и в принципе все рекламные какие-то акции, все, что происходит, это все говорят, что это выгоднее, действительно не нужно скромно будет сделать. Человек сможет выйти в интернет и спокойно оплатить себе автомобиль. Вы знаете, я с этим согласен за течением одного важного принципа. Можешь следующий слайд? Еще дальше. А тут, наверное, этого слайда нет. Это, наверное, предыдущая презентация. Ну ладно, можно расскажу вам этот принцип? Это называется принцип турникета. Слышали кто-нибудь такой? В чем он заключается? Вы знаете, на самом деле в жизни мы с вами сталкиваемся в среднем порядка 80 тысяч, 100 тысяч человек. Эти люди проходят как бы сквозь нас. То есть мы можем зайти в магазин, встретить продавца, сказать ему там, что мы хотим купить, он нам отдаст и мы его не запомним, потому что мы будем заниматься своими делами. Мы можем прийти в магазин там Dixie, оплатить и совершенно не запомнить кассира. Вот таких людей в среднем встречается 100 тысяч человек. Этих людей можно назвать турникетами. Что такое турникет? Это человек, через которого мы проходим, и он нам дает услугу, то, что мы хотим. Если мы говорим об этапах вхождения клиента в салон, вначале он звонит по телефону. Он сталкивается с кулцентром и говорит, дайте мне, пожалуйста, информацию по такому-то машину. Что делает кулцентр? Они собирают у него информацию. Он отвечает на несколько вопросов, потом его переводят уже в… ну там либо в сервис, либо это в продажу. Там ему начинают тоже задавать несколько вопросов и клиент после этого начинает злиться. Задумывались почему, коллеги? Одни и те же вопросы. Сейчас у клиента возникает вопрос, а зачем мне это задают? Потому что, когда он звонит, он хочет что сделать? Чтобы быстро перечислили то, что ему нужно, то ему ответили. Представьте себе, когда мы приходим в кассу магазин. Там, например, в Дикси, извиняюсь, что я так вспоминаю, да, этот магазин. И если кассир на кассе начнет нам задавать много вопросов, либо что-то начнет делать, мы начнем злиться. Потому что чего мы ожидаем от кассира? Мы ожидаем то, что он очень быстро нас обслужит, и мы пойдем дальше по своим делам. Мы его не запомним. Вот это называется принцип турникета. Это вот в чем он заключается. Представьте себе, мы в метро все заходим, мы подходим к этому турникету, что мы видим? Мы видим двери, которые должны войти. Мы в них заходим, оплачиваем, и представьте себе, если эти двери нас не пустят, что мы начнем делать? Начнем возмущаться. Так как мы вот таких турникетов, у вас сегодня уже было, наверное, штук 20 в жизни, и вы их совершенно не запомните. Это называется ноль. И вот люди точно так же. И если, к примеру, вот вы в метро зашли, и к вам подходит человек в жилетке и говорит, мы социологическая служба, НПС, метрополитена. Скажите, как вы оцените работу турникета? Что вам скажет человек? Ну, что вы скажете? Обычно. Да, ну как? Ну никак. Потому что задача его сделать свое дело. Так вот, если мы говорим о людях турникетах, если это продажи. Представьте себе, клиент приходит в магазин, в салон. Он приходит в салон и ему, он приходит за ценой. Какая у него задача? Чтобы ему дали эту цену. Если он ее получает, соответственно, он оплачет автомобиль и пользуется уже благами этого автомобиля. И в этом случае продавец-консультант, он оставил ноль. Он оставил ноль, это значит ничего. Так вот, какая задача сейчас стоит, собственно говоря, вообще там в мире? Не быть турникетами. Потому что люди вот из этих 80-100 тысяч у нас либо оставляют плюс от себя, либо оставляют минус. Мы запоминаем либо тот, кто оставил плюс, либо тот, кто оставит минус. Соответственно, если человек оставил после себя минус, понятное дело, мы не захотим больше прийти в этот салон. Если мастер-консультант оставил после себя минус, ну вот какой-то, мы его запомним, мы этот турникет запомним. Но только подсознательно мы больше не захотим приходить в этот салон. Так вот, чему учу я своих продавцов в нашей компании? В нашей компании из того, что если вы будете вот этим нулем, ну там вопрос-ответ, вы не оставите после себя плюс, то логично, что тогда он не нужен. Тогда легче все увести в онлайн. Человек сам соберет себе комплектацию, какая она ему нужна. И вот этот вот турникет, он тогда не нужен. Что мы видим в принципе в шоурумах, очень часто случается. Задача продавца-консультанта для того, чтобы когда приходит клиент, чтобы он оставил после себя какой-то плюс. Потому что, как мы сами знаем, очень много клиентов, они ездят по салонам. Они ездят по салонам и из 10 салонов он почему-то выбирает какой-то один. И согласны со мной, что дело не всегда в цене. Просто он прошел 10 турникетов, а какой-то один у него оставил, ну какой-то плюс. И через какое-то время, когда он будет советоваться там с женой может быть, а где нам купить автомобиль, он говорит, ну давай пойдем вон туда, там на Таганку. Почему? Ну не знаю. То есть вот это ну не знаю, это подсознательно мы оставляем у человека какой-то плюс в принципе в его сознании. Почему преуменьшено? И почему действительно роль продавца-консультанта, она очень важна? Начиная с колл-центра, когда мы с девчонками общаемся. Я говорю, ваша задача действительно также оставить плюс, потому что дальнейшая цепочка, это может быть мастер-консультант, либо продавец-консультант, с кем будет общаться клиент, он может столкнуться с минусами, либо с нулем. Но если вы заложите на начальном входе какое-то о себе положительное мнение, соответственно, тогда клиент уже подсознательно к нам будет лоялен, и он будет готов прощать даже какие-то минусы, такие, как может быть, если это ремонт, задержка по времени, если эта цена более завышена оказалась, соответственно, он тоже будет готов простить минусы, если будут изначально какие-то плюсы. Если мы говорим о продажах, я думаю, все сталкивались, что у всех были клиенты, когда клиент приходит и говорит, вы знаете, там где-то на 50 тысяч дешевле, но я куплю у вас. Как вы думаете, почему? Он подсознательно получил от него не просто проход через этого продавца. Что? Да, он что-то получил, он что-то получил, в любом случае какой-то плюс. Либо кивали головой, когда его слушали, либо ему поддакивали, говорили то, что он хочет услышать, либо когда к нему обращались, ему задавали какие-то вопросы. Ну то есть что-то такое было, что заставило его действительно прийти в этот автосалон. Вы знаете, на самом деле, в чем еще принцип вот этого турникета? К сожалению, у нас минусы запоминается очень сильно. Я иногда даже говорю, может быть это неправильно, я говорю, ребята, но ваша задача хотя бы не помешать. Если мы говорим о премиальном бренде, представьте, приходит человек премиальный, приходит он за автомобилем за 5 миллионов и сталкивается с продавцом, который не соответствует. Потому что один из принципов, который я также внедряю в компанию, я думаю, он тоже вам будет полезен. Это продавец должен выглядеть так же, как салон автомобиля, который он продает. Что это означает? Он должен быть похож на этот автомобиль. Он должен являться продолжением вот этого автомобиля. И тогда в этом случае у клиента не будет какого-то отражения этого человека. Я говорю, хотя бы не делайте минусы. Потому что вы, не дай бог, если вы запомнитесь со знаком минус, то это тогда не будет повторного какого-то клиента. Либо вы знаете, что отрицательный результат, какой-то отрицательный минус, они намного больше запоминаются и, к сожалению, распространяются намного больше. Именно поэтому я говорю, хотя бы ноль. Это хотя бы. Но если даже ноль, тогда зачем вы нужны? Тогда действительно вот эта фраза, которая называется роль продавца, консультанта в цифровом веке недооцененна, она тогда будет актуальна, если вы будете нулем. Если вы будете этим турникетом. Задача оставлять плюсы. Вот теперь момент, как нам сделать так, чтобы действительно роль продавца-консультанта, либо мастер-консультанта, потому что он тоже продавец, чтобы она действительно была актуальной. Чтобы в цифровом мире все равно люди захотели приходить, общаться и получать вот эти плюсы, которые они получают, приходя в автосалон. Мы очень долго думали, действительно, какие плюсы может оставить после себя продавец-консультант, чтобы была в нем необходимость. Потому что действительно, как консультация по автомобилю, я думаю, все со мной согласятся, она сейчас не актуальна. Согласны, коллеги? Сейчас приходят люди, которые про автомобиль знают иногда больше, чем сам продавец-консультант. Люди увлекаются автомобилями, и поэтому та информация, которую даст продавец-консультант, она для кого-то, может быть, будет цена, но не настолько, как это было 20 лет назад. Поэтому какие плюсы можно сделать? Это улыбаться в первую очередь. Вы знаете, улыбка, и все об этом знают, и все об этом знают, но когда мы приходим в автосалон, действительно улыбающих людей очень мало. Согласитесь со мной, коллеги? Вы знаете, я даже вот буквально недавно включил это в чек-лист Тропа, руководителя отдела продаж, чтобы он на ежедневной основе смотрел, как люди подходят к клиенту, как они действительно улыбаются. Вот обыкновенная просто вот, обыкновенная вот эта вот мелочь, но она очень много стоит. И даже подсознательно через какое-то время к улыбающему человеку захочется вернуться, если клиент ездит по салону. Дальше что еще? Помимо улыбки, это дать клиенту ощущение, что это мы работаем от него, что нам важно, что важно ему. Для этого совершенно мы исключаем такие моменты, связанные с перебивать клиента. либо слушать клиента не для того, чтобы его слышать, а слушать клиента для того, чтобы ответить. Знаете отличие, да, разницу? Когда человек слушает для того, чтобы понять, а есть люди слушают для того, чтобы свое вставить. У нас много сейчас таких людей. Я смотрю за продавцами, как они даже кивают головой, но только для того, чтобы сказать что-то свое. Дать клиенту ощущение, что он нам важен, но только не с холопской точки зрения пытаться на задних лапках за ним ходить, а с уважением, с искренним действительно дать ему это ощущение. Он с этим ощущением уедет, он приедет к десяти вашим конкурентам, а потом почему-то скажет сам себе, его подсознание толкнет, а давайте поедем туда. Вот это и есть принцип турникета. На самом деле все были на собеседованиях. Там работает точно такой же принцип. Я очень часто бываю на той стране, принимая решение, да, взять человека или нет. Вот из десяти людей, как вы думаете, кто запоминается, сколько человек? Ну вот примерно по вашему мнению. Один-два человека, да. Принцип парета здесь тоже работает. Один-два человека. И вы знаете, я когда смотрел на лиц принимающих решения, я их спрашиваю, а почему? Ну не знаю. Давай вот этого посмотрим. Или вот это. Вот классное. А в чем классное, не может лицо, принимающее решение, понять. А знаете почему? Потому что этот классный человек оставил какой-то плюс. Он либо был необычным, он слушал, он, возможно, кивал, он, возможно, где-то поддакивал, он, возможно, сказал то, что хочет услышать, соответственно, та страна. Вот клиент точно так же. Если клиент будет слышать то, что он хочет услышать, если он будет чувствовать силу в продавце, мы тогда не будем турникетами. И тогда действительно то, вот этот вот, вот этот вот момент прохода клиента, он запомнится. Запомнится продавец, запомнится мастер-консультант, целый дилерский центр. Это все запомнится и в этом случае тогда действительно роль продавца-консультанта не будет преуменьшена. Тогда будет смысл нам их учить, вам в штате держать продавцов-консультантов, тогда будет смысл. В противном случае, если у вас такие продавцы-консультанты или мастера-консультанты-коллеги, простите меня за такую рекомендацию, я бы рекомендовал гнать их в шею. Почему? Потому что они не нужны. Человек-турникет, его скоро заменит действительно автоматизированная какая-то там, возможно, система. То есть человек сам приходит в салон, смотрит машину, посидел, походил и какое-то время сам выбрал то, что себе нужно. Задача именно оставить плюсы, оставить тех, именно плюс от общения с человеком. И если таких нет, особенно если человек оставляет меня, то я действительно считаю, что в цифровое время, когда действительно все можно заменить кликом мышки, есть смысл от такого человека избавляться. Мое личное мнение, оно основано на, собственно говоря, многолетнем опыте обучения именно с сотрудников. И действительно в этом случае смысл обучать людей есть, как раз вот оставлять после себя вот этот момент. Так, по поводу… Может быть, все-таки поменять продавцов, потому что я знаю у некоторых крупных сеток есть проекты по вообще замене продавцов на Алису. Ну Яндекс.Алису аналогия. То есть и все, и уйти вообще от продавцов. Мы пока не уйдем. Мы пока не уйдем. На самом деле еще помню в 2008 году… Они тоже улыбаются, они все говорят по скрипту, все то же самое. Нет вот эмоционального плюса. А зачем? Ну сегодня же говорили о том, что цена стандартная, то есть мы не торгуемся. Ты пришел, улыбнулась Алиса, все в телефоне, сейчас у нас все больше и больше электронных людей. Отвечу на ваш вопрос. Я думаю, еще лет 15 пока не вырастет поколение вот этого вот действительно кто прям в цифре родился, для кого эмоции возможны… Бизнесу всего 25. Именно поэтому, именно поэтому я думаю, что еще минимум 15 лет есть смысл вкладывать в эмоциональное состояние людей. И я насколько читал одну очень интересную тему, то что вот что может заменить робот, к примеру. И на самом деле есть несколько вещей, которые он пока ближайшие лет 50 точно не заменит. И это вот эмоциональное ощущение, вот эту энергетику он не сможет дать. Поэтому если у вас харизматичный классный продавец есть, пока его это не заменит. Но опять же, если это турникет, то для клиента ничего не останется, как вот смотрите здесь миллион, 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 девятьсот восемьдесят. При прочих одинаковых я поеду куда? Девятьсот восемь. Девятьсот восемь. Девятьсот восемь. Двадцать тысяч я поеду, я лучше там соответственно куплю. Именно поэтому, да. Потому что при одинаковых, совершенно без эмоциональных вот вещей я возьму именно вот это. Давайте как. Сейчас действительно очень много клиентов тех, которые машину себе уже продали. Вы знаете, такие концерны, как там Audi, Porsche, ну все, почти все импортированные, они вкладывают миллионы денег на что? На то, чтобы машина сама себя продавала. Согласны? Действительно, если взять автомобиль тот же Audi, к примеру, вы в него садитесь, не секрет, что есть в Audi целый департамент, разрабатывающий запахи для того, чтобы вы сев в новую машину, вы захотели ее купить. Ну например, в BMW человек садится и у него на подсознательном ощущении драйва, вот именно от того, как машина едет, она в памяти у нее есть. Именно поэтому он хочет ее купить. И действительно вот тщеславие там продает. Очень много мотивов то, что продает, они уже есть. А продавец в свою очередь, он должен что сделать? Он должен усилить вот эти моменты. То есть, если клиент приходит и говорит, как классно она едет, то продавец должен что? Этот плюс усилить. Он должен с ним еще раз проехать, даже если клиент уже ездил. Он должен ему сказать то, что уже знает клиент, он должен возбудить его. То есть оставить вот этот вот плюс. И вот тот, кто возбудил, извиняюсь за такую аллегорию, он именно в подсознании останется. Я помню людей, когда я выбирал там к себе, да, я выбирал тех, кто меня возбудил. Кто оставил что-то. И возможно он сказал мне то, что я хотел услышать. Именно поэтому, а если такие клиенты, вы знаете, я думаю, здесь все знаете, что клиент, который приходит в салон и говорит, вы знаете, я хочу машину, помогите мне выбрать. Их осталось очень мало. Так или иначе клиент уже возбужден на автомобиль, хотя бы на новый. А задача продавца-консультанта не быть турникетом, а бить по мотивам, возбуждать их, оставлять плюсы. Я вам скажу даже такую интересную тему. В принципе, мы отказываемся на четырех мотивах клиента. Потому что, например, не каждый клиент может сказать то, что ему нужно или то, чего он боится. Если клиент покупает Каен, выявить у него потребности то, что ему важен престиж, он вам никогда об этом не скажет. Но машину за 8 миллионов он покупает именно для этого. А если у него спросить, зачем вам Каен, он что скажет? Да мне нравится, как она едет. Да она красивая. Да я привык. Но это уже отдельный подход на самом деле. Основной принцип, коллеги, основной принцип еще раз. То, что я хотел сегодня сказать. Роль продавца консультанта в цифровом веке действительно преуменьшена. Но преуменьшена она обоснована в том случае, если продавец консультант просто является очередным этапом, через который проходит клиент. Тогда да, тогда она преуменьшена. И если они у нас есть, действительно, и долгое время еще будут, задача моя, задача ваша, там, как собственников или руководителей, действительно, чтобы не было вот этих вот нулевых турникетов. Чтобы через вашего продавца человек проходил и у него что-то оставалось. Не важно, что. У него что-то осталось и потом он сказал, я пойду куплю там. Это, наверное, основная мысль, которую я хотел сказать. Если у вас есть какие-то вопросы, готов ответить либо поспорить, тем очень интересно. Спасибо. Ну вот у меня сложилось впечатление, что идет небольшая подмена понятий. Вы рассказываете о том, что цифровой мир пытается убрать у клиента эмоции от покупки и заменить их компьютером. На самом деле цифровой мир пытается сделать так, чтобы клиент как можно меньше времени тратил на покупку. То есть ценность сейчас для клиента не только эмоции, ценность для него время. И клиент, идя в digital пространство, в конфигуратор, он идет для экономии времени. И он это время свободное хочет провести там с семьей, я не знаю, на гидроцикле прокатиться. Ему, может быть, не нужны эти эмоции от продавца. Да, классный продавец. Но в digital это автобизнес уходит из-за экономии времени. Вот с этим как быть? Пожалуйста, как Вас зовут? Александр. Александр, отвечу на Ваш вопрос. Вы знаете, я отчасти согласен, Александр, с Вами, то, что действительно для экономии именно это происходит. Одно дело, если нам нужно купить сковородку, мы там приходим в сровой, это покупаем и, соответственно, она к нам приезжает. Вы знаете, с автомобилем немножечко иная ситуация. Когда мы платим большие деньги, мы хотим получить от этого не только этот автомобиль. Не только этот автомобиль. Действительно, человек платит еще за вот эту возню вокруг автомобиля, извиняюсь за такое. Что сюда входит? Сюда входят какие-то ритуалы, походить. Вы знаете, очень многие люди, которые вот этот гнут, пытаются нащупать дно и купить автомобиль как можно дешевле. Как Вы думаете, они действительно нуждаются в деньгах? Вот эти люди. Очень часто нет. Знаете, что им нужно? Да, я разводил и Вы меня не разведете. это вот говорят, ну клиенты. Мне нужно вас, понимаете, вот пойми. Я, извиняюсь за выражение, продавцам говорю, я говорю, дайте ему это. Дайте ему ощущение, что он вас, извиняюсь за выражение, поимел. Дайте ему это ощущение. Пусть… Что? Она… Мы же все-таки устраиваем с клиентом отношения такие, партнерские. То есть мы Вам, Вы нам. А вот чтобы поиметь продавца… Не продавца, а поиметь компанию. Если тот, кто пришел… Извиняюсь, я отвечу, можно вопрос прямо? Если тот, кто пришел именно за этим, можно остаться в партнерских отношениях, но сказать, Олег Алексеевич, Вы меня просто сейчас вот прямо до самого дна. Спасибо Вам большое. Вот дать ему это ощущение, если он за этим пришел, понимаете? Это вот высший пилотаж. И Олег Алексеевич, понимаете, запомнит этот плюс. А где он столкнется с бараном, извиняюсь за выражение, с продавцом, нет, мы продаем вот прайсовая цена, вот идите. Он говорит, дай мне хоть какую-нибудь скидку. Нет, у нас прайсовая цена, идите. Ну, понимаете, да? Он вот оставит минус, да, он запомнит этого продавца, но у него останется какой-то подсознательный негатив. Поэтому сейчас я отвечу на Александр, вопрос можно? Александр, на самом деле люди, кто-то покупает вот это. Для кого-то это ритуал. Представьте себе, человек отдает пять миллионов. У меня, я когда купил новый автомобиль, я как сотрудник компании покупал. Знаете, как мне его отдали? Кость вон там стоит, иди забирай. А это был мой первый новый автомобиль, я до этого покупал только бэушную. И да, я понимаю, что мне не хватает, знаете чего? Мне не хватает вот этого вот, вот это вот ощущение праздника, ну понимаете, да, вот этого вот какого-то, я там просидел, сел в машину, да, удовольствие я получил только от новой машины. Как она едет, ну понимаете, вот этот момент. Но я не получил вот от этого. Знаете, почему они мне так сказали? Ну потому что сотрудник, да ладно, Кость, ну ты все знаешь, иди там сделай. И вот это ошибка. Если даже клиент там что-то торопится, там понимаете, да, вас торопит, ему тоже нужно вот это вот дать. Кем-то нужно повосхищаться. Классно у вас автомобиль там, да, соответственно. Но это все можно оставаться в парктерских отношениях. Как я говорю, уволить человека, если мы говорим про менеджмент, уволить человека можно оставаться в позиции взрослой-взрослой. Ну соответственно, не унижая его, либо самому не унижаться. Если мы с клиентом общаемся, можно действительно остаться в нормальных партнерских отношениях, но дать ему то, что он хочет, но только на наших условиях. Ответил на вопрос, Саш? Еще есть вопросы, коллеги? Я, Константин, как бы слушал внимательно, да, вот что вы говорите. У меня ощущение, что сегодня, вы говорите, это работает, понимаете. Вот менеджер нужен, как бы, для эмоций, да. Но, на мой взгляд, да, вы пытаетесь прыгнуть там в уходящий вагон, понимаете. То есть, как бы, притягивая за уши сегодня функцию менеджера, да, там, вчерашнего дня, как бы, и наделяя какими-то особыми его функциями, которые, возможно, не нужны на всех марках, да. Допустим, если про Porsche говорить, наверное, шоу там клиенту нужно, да. Если говорить там про китайские марки, ну, наверное, для него это совсем не важно, да, или там важно в 55-й части, да. Вот. Поэтому, ну, я бы думал, если бы мы говорили про менеджера, да, про ROI-менеджера, то, наверное, подходил более инструментально к нему, да. То есть, понимая о том, что если сейчас структура бизнеса, в принципе, меняется, да, и все больше и больше там доля занимает онлайн-продажи, то, наверное, и функцию менеджера также инструментально необходимо пересматривать с тем, чтобы это была не только там какая-то такая вот эмоциональная, да, вставляющая, а больше, наверное, инструментальная. То есть, какая-то функция, которая, ну, важна, наверное, в зависимости от сегментов, от марок, да, важна, именно важна, и за которую клиент готов платить, то есть, иметь ценность на эту функцию, да, то есть не притянутая сегодня, как сказать, вот не то, что мы ходим, давайте улыбнемся ему, давайте выслушаем его, да, то есть, не все клиенты идут за то, чтобы получить это шоу, да, или куда-то вот эмоциональную от менеджера в салон сегодня. Я отвечу, а как зовут вас? Станислав. Станислав, можно отвечу, да, я немножко поправил бы, я не говорю, что шоу. Вы можете просто молча стоять, энергетически оставить после себя плюс. Ну, это я так образно говорю, да. Клиенту нужно дать плюс от себя. Если мы это не даем, если мы это не даем, если мы только делаем свой функционал, ну, к примеру, там, выписать ему там заказ на наряд, если это мастер-консультант, либо сделать логическую автомобиль, так зачем он тогда нужен? Этот функционал сейчас легко переводится в IT. Я занимаюсь оптимизацией бизнес-процессов в компании. Я смотрю, как много всего уходит в IT. Даже колл-центр уже вот это Анжела или как она от Яндекса называется, да? Алиса. А как? Алиса, да. Даже она уже через какое-то, вот посмотрите, пять там лет она уже там выйдет, потому что там задача турникета, понимаете? Там задача турникета, потому что ее задача всего лишь пропустить. Вспомните наши ощущения, когда мы на сайте, ну, вот сайт. Если мы заходим нормально, мы заходим, мы счастливы, все хорошо. Но не дай бог мы на сайте куда-то начинаем заходить, начинаем тыкать и что-то не происходит. Какая у нас эмоция? Да, она начинает раздражать. Знаете, почему? Потому что задача, функция вот этого, ну там, участка пропустить меня дальше. А если нас требуют регистрацию, знаете, когда на сайте, что мы делаем? Тварь. Пять. Не будем регистрироваться. То есть это вот на ощущениях. Поэтому если он дает ноль, он действительно не нужен. Может быть такое, через какое-то время вырастет поколение Z, им даже и эмоции будут не нужны. Может быть. Вполне возможно. Выросло уже. Уже выросло. Я имею в виду, когда они машины покупать начнут. Может быть это там лет десять. Но могу сказать одну такую тему. В 2008 году я участвовал в проекте. Когда в одной федеральной большой российской компании, когда говорили, давайте уходить от стрит-ритейла, вообще от ритейла, уходить, ставить эти типа банкоматов, заказывать через онлайн. Я единственный, кто пошел против вот этого всего. Я говорю, да вы чего? А банкоматы должны были в магазинах стоять, чтобы вы понимали. В итоге ввалили кучу денег. И эта тема обонтротила. Знаете почему? Потому что люди не захотели покупать вот так. Они захотели прийти, пощупать. Они захотели эмоции от покупки. Даже это не большая покупка. А вот большая покупка автомобиль. И тот же китаец. Если для нас китаец может быть фу, ну к примеру, извиняюсь, никого не хочу обидеть, но человека, пересевшего с ваза, для них это более тщеславно. У меня сосед, рядом автомобили стоят. Он мне этого китайца хвалит и думает, что это вообще самый лучший автомобиль. Для него это прям вот скачок. Я на самом деле поддержу Константина в этом моменте, потому что мы сейчас все мыслим, как опять отдел продаж. Куда он потом к нам приедет? Где мы 80% выручки зарабатываем и прибыли в сервисе? Если мы ему не подарим эту эмоцию так, как мы ее должны подарить, где он ее будет искать? В интернете, в онлайн-магазине? Где он будет проходить ТО? Нельзя это, собственно, разделить. Просто интернет-покупка, она вполне возможна там нажатием клика. А как мы потом сервис будем продавать? Вы не разделяйте себя, потому что сервис – это опять ваши клиенты по продаже машин, это опять получение эмоций. Ань, спасибо большое. И можно я прям вдобавок скажу очень одну интересную тему по поводу принятия решений. Одна компания сделала очень интересное исследование. Почему к нам люди не возвращаются? Знаете почему? Из-за турникетов минусов. И очень интересный момент. Представьте себе, мастер-консультант делают нулевое ТО. Автомобиль. Ауди А4. Ауди Варшавка, к примеру. Сделал нулевое ТО. Подходит клиент возле своего автомобиля, знаете, для него это такой вот вдохновлен. И он такой говорит, вы знаете, а омывайку сюда заливать? Мастер-консультант. Это я лично видел. Я лично это видел. Он говорит, а омывайку сюда заливать? Мастер-консультант. Ну конечно же. Здесь же написано. Вот видите. Вот это же. Мне прямо у слова хочется сказать. Для него это элементарнейший вопрос для этого мастера-консультанта. Скажите, а как вы думаете, клиент мог знать, куда заливать? Мог? А почему он спросил? Что-то ему сказали. Может быть это было для общения. Может быть он всего лишь хотел сказать. Так вот. Ну конечно же. Я увидел реакцию клиента. Ну к примеру. Он такой. Ладно. Походил, походил. Все. Сделали. Уехал клиент. Вот представьте себе. Едет клиент. Ауди. Видит у него на приборной панели выскочил значок, что нужно сделать ТО. Это к вопросу возврата клиента. Как вы думаете, вот этот год, что он ездил, он думал про мастера-консультанта? Как вы думаете? Нет. У него куча своих детей. Нет. Он просто сказал, да конечно же. Ну сюда же заливайте. Вы что? Здесь же написано. Все. Он всего лишь это сказал. Он не думал о нем. У него там жена, дети, работа, куча проблем. Он совершенно не думал. Но в момент, когда у него загорается вот эта лампочка, он достает из подсознания либо плюс, либо минус. Потому что мы оставляем вот так. Ну либо возможно ноль. Он достает, к примеру, минус. Он даже не задумывается. Надо поехать сделать. О, заеду там в Ауди Беляево. Он заезжает туда, там ему все дело, к примеру, к нашему конкуренту. Через какое-то время наши девчонки звонят ему и говорят, скажите, пожалуйста, а вот у вас там ТО. Почему вы к нам не приехали? Можешь задать вопрос. Как думаешь, что он ответит? Вот на ваше мнение. Нет. Знаешь, что он отвечает? Да нет, я решил там сделать. Потому что он не помнит вот этого момента. Он этого турникета не помнит. У него за это время еще было тысячи турникетов. Ну, понимаете, он через них… Он его не помнит. Но у него есть маленькое подсознание, связывающее его с нашим центром. И знаете, что самое интересное? Девочки запишут. Уехал конкурентом. Наши маркетологи что начнут делать? Уехал конкурентом. Так. Цена, наверное. Цена. Давайте опять цену понижать. Ну, вот. Вот такой момент. А на самом деле, на самом деле фактор его принятия решения, вот эта мелочь, вот этот мастер-консультант, который всего лишь надо было ему сказать, да, сюда. И в завершение скажу, как в отелях людей принимают на работу, в дорогущих, пятизвездочных, вот это, это самое. Знаете как? По-настоящему клиент-ориентированных. Это вам такой лайфхак, в принципе, для работы. Там на собеседнии человеку задают дурацкий вопрос. Скажите, а вы до этого там-то работали? По-настоящему клиент-ориентированным, по-настоящему человек турникет плюс ответит, да, там. Скажите, а вот у вас тут, вы вот там точно работали? Если, ну, соискатель начнет говорить, ну, здесь же написано, я же вам уже говорил или говорила. Соответственно, этого человека не берут на работу. Только потому, что он на входе должен быть каким? Скажите, а муайку сюда заливать? Да, конечно. Скажите, а раз 15 тысяч надо делать ТО? Да, конечно, раз 15 тысяч, мы вас с того свердем. А как ответить не клиент-ориентированный, тот минус турникет? Он скажет, у вас сервисная книжка, там, блин, все написано. Вот таких гнать, ребята, извините, пожалуйста, за это самое. Такие в цифровом веке не нужны. Константин, я правильно понимаю то, что акценты, ну, то есть сила продаж смещается все-таки со стороны продаж машин в сторону продаж сервиса? Да. То, что Аня родит. Да, совершенно верно. Потому что, действительно, там по-любому мы еще долгое время будем завязаны на мастерах-консультантах. Есть и продавцы-консультанты, к сожалению, отрабатывают роль вот этого нулевого турникета. Многие. У нас там в каждом, ну, продажа один-два. Их называют клубащики. Что? Мы едят клубащиками. Да, да. А вот в сервисе там возможности больше. Ну, понимаете, да, там расширить заказ наряд, там, действительно, можно войти в доверие, там, да, когда мы вставляем плюс, когда он начинает нам верить, вот в этом случае мы, действительно, тогда уже можем сделать. А там и трейд-ин, и новый автомобиль, и там уже новый круг, мы уже пойдем там, соответственно, сделаем. Окей, я добавлю, у меня просто цифры, я сегодня говорил, прям вверх, хочу добавить. Буквально там есть два из американского рынка, но просто у нас, к сожалению, таких цифр нет. На выбор и подбор автомобиля клиент в среднем тратит в Штатах 17 часов своего личного времени, ходя по интернету, пройдя. На разных сайтах, вендоровских, дилерских, разных. При этом на саму покупку автомобиля вместе с бумагами, со всеми делами, в дилерском центре он тратит 3 часа. Вместе с тест-драйвом, ну, со всеми, 3 часа. И в Штатах сейчас клиент не 10 посещает дилерских центров, а 1 и 6, ну, то есть полтора дилерских центров. То есть это меньше, чем 2. Один человек в один входит и сразу приходит. Это исключительно. Там немножко по другому арсенку стоим, конечно. То есть они продают машины живые. Ну, как автору продают. Они больше доверяют, наверное, у них. Они такие, как дети. Ну, тем не менее, мы к этому уже идем. По кругу это ты про экстремистку говоришь, про цену, когда они продают. Именно за выбор машины? А, да. Я просто хочу чуть-чуть добавить к тому, что Евгений сказал, потому что на самом деле такие данные по России есть. Они, наверное, не такие подробные, как данные по Америке, но просто есть такая компания «Нильсон», которая в 2015-2016 годах проводила вот такое исследование о поведении покупателей в интернете. Я делаю маленький задел себе на будущее, потому что мне потом это пригодится. Вот по их данным, значит, на 2015 год, ну, во-первых, 99% используют интернет при подборе машины и тратят на поиск, вообще на, скажем так, принятие решения о покупке от 96 премиум-сегмент до 114 дней. Это сегмент массовый. И в интернете они проводят порядка 9 часов. Это вот данные «Нильсон». Спасибо, спасибо. Спасибо, Василий. Коллеги, есть вопросы еще? Тогда двигаемся. Спасибо огромное.